Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Западная Армения как воюющая страна в Первой мировой войне. Армения будет представлена на всемирной инвестиционной конференции с собственным павильоном. Турецкая армия строит три военные базы на границе с Латакией. Россия поможет Ирану избежать санкций. Силы коалиции под руководством США используют химическое оружие в Сирии. Армянские священнослужители в Тпилиси провели акцию протеста. Деревья, посаженные армянами, сохраняются на протяжении веков. Когда кто-то думает об армянах во время Первой мировой войны, он сразу вспоминает геноцид против армян. Но этим воспоминанием хотят забыть о важной военной роли, которую они сыграли во время войны. Армянский народ, особенно восточные районы Османской империи, Западная Армения, должны были сформировать ядро армии установленного государства под патронатом президента Погоса Нубара Паши в 1912 году, его святейшеством Георгом V, верховным патриархом и католикосом всех армян. Защищая позицию Антанты, на своей земле они сражались как на Западном, так и на Восточном фронте, включая Российскую армию, где их было около 150 тысяч человек, не считая добровольцев Российской императорской армии под командованием Адраника Озаняна. Участие Армении не ограничивалось этим. Если мы относительно хорошо осведомлены об этих событиях, мы часто не замечаем роли армянских общин в остальном мире, в частности, о роли армян в Восточном легионе. Благодаря армянским солдатам легиона Франция обосновала свое присутствие в Ливанте, особенно в Киликии. Однако все эти шаги со стороны армян были сделаны в первую очередь для освобождения своей родины. На 1 апреля 1915 года число иностранных легионеров во Франции составляло около 32 тысяч человек. Если обстоятельства создания и существования других национальных легионов под командованием Франции мы знаем достаточно хорошо, то отношения с Восточным легионом многое до сегодняшнего дня не публикуется. Лучшая французская историография суммирует судьбу этого подразделения. Мы создаем три этапа. Первый, который прошел с сентября 1915 года по ноябрь 1916 года. Очень важен. Речь идет о создании Восточного легиона. Второй, с ноября 1916 по октябрь 1918 года. Он посвящен организации Восточного легиона. На этом этапе армяне и французы объединили свои силы, инвестировав в создание Восточного легиона. Это подразделение должно было стать в будущем армянской национальной армией и в перспективе возродить армянское государство в Западной Армении. Невозможно было ожидать лучшего результата. Третий, в период с октября 1918 года по сентябрь 1920 года. После Мудроса, после подписания Батумского договора между Кавказом и кемалийскими турками. Франко-армянское сотрудничество быстро привело к взаимному недоверию. Шестой Всемирный инвестиционный форум 2018 года состоится с 22 по 26 октября в Женеве, организованной конференцией Организации Объединенных наций по торговле и развитию. По инициативе торгового представителя Армении Гайко Ванесяна в Швейцарской конфедерации Армения представит свой инвестиционный павильон на инвестиционной ярмарке. Ванесян также представит инвестиционную привлекательность Армении на специальной сессии, посвященной Восточной Европе и Центральной Азии. Глобальная инвестиционная конференция является самым важным и широкомасштабным форумом для инвестиций и устойчивого развития в мире, платформой высокого уровня, на которой обсуждаются вопросы в этой области, возможности для перспектив. За прошедшие годы на этом форуме собралось более 4 тысяч делегатов из 160 стран, включая десятки президентов, премьер-министров и министров. Палитра участников этого года также впечатляет. Турецкая армия строит базу, состоящую из трех военных баз для контроля Латакии и ее районов. В нескольких километрах в северо-восточной провинции Латакии жители Кесаба говорят, что в течение последних нескольких недель турецкая армия строила толстые стены на склонах гор Аль-Агры. Теперь российское официальное информагентство «Спутник» утверждает это. Турецкая армия строит военные базы с тремя отдельными зданиями. Базы предназначены для слежки за всеми событиями в провинции Латакии и защиты их границы. «Они строят толстые и длинные стены на границе, так что не только граждане, но и военные не могут легко пересечь границу», сказал «Спутник», ссылаясь на источники в Анкаре. Одна из двух баз в основном будет отвечать за сбор и передачу конфиденциальной информации и отправки всей информации, переданных по телекоммуникационным спутниковым каналам. «Спутник» настаивал на том, что разделительная стена простиралась от пограничного города Кесаб до побережья Сирии и порта Асмера. Эксперт по безопасности сказал, что поверхностные характеристики хребта Аль-Агра позволили турецкой армии развернуть новое оборудование, через которое они следят за всеми событиями в стратегическом состоянии Латакии, телефонные звонки, даже движение транспортных средств. Нет сомнений в том, что это прямая угроза Дамаску и даже российской военной базе в Хмеиме, и необходимо принять специальные меры. Россия будет помогать Ирану в создании механизма обхода санкций США. Как передает Армен Пресс, об этом сообщает издание mako.com, а со ссылкой на секретный документ Министерства иностранных дел Израиля. Отмечается, что этот механизм был одобрен главами России, Ирана и Турции на трехстороннем саммите, прошедшем в Тегеране 7 сентября. Как поясняет автор статьи Дана Вайс на своей странице в Твиттер, Иран будет поставлять свою нефть на российские нефтеперерабатывающие заводы в Каспийском море, а затем эта нефть будет отправляться на международный рынок, как российская. Кроме того, как утверждает журналистка, создание такого механизма поддержат и европейские страны, которые хотят таким способом сохранить ядерную сделку с Ираном. Международная коалиция под руководством США нанесла удар по городу Хаджин в сирийской провинции ДРС Зор с применением химического оружия. Сообщили источники сирийской армии. В настоящее время уточняется информация о пострадавших и погибших среди мирного населения. По информации агентства САНА, удар коалиции пришелся на город Хаджин и его окрестности. Район расположен в 110 километрах от ДРС Зора. Местные источники сообщают, что авиаудары были совершены с применением химического оружия. Уточняется, что это был белый фосфор. Напомним, международная коалиция действует на территории Сирии незаконно. Ее участники начали военную операцию, якобы против террористов, не запросив разрешения Дамаска. Кроме того, от авиаударов самолетов коалиции нередко страдают мирные жители. Они приходятся на населенные пункты, а не объекты боевиков. Несколько десятков прихожан протестовали в воскресенье 14 октября в Тпилиси в защиту армянских церквей в Грузии. В демонстрации приняли участие представители армянской общины Грузии. Все остальные организации воздержались от участия в этом мероприятии. Были и грузинские парламентарии с армянскими фамилиями, и не было представителей грузинского общества. Деревья, посаженные в Батмане, теперь превращены в лес. Это место считается священным местом. Никто не режет деревья, сообщает газета fersud.com. Зиарета Аман, расположенная между деревнями Батман, Дельфин, Шербетли и Чарикл, сохранились на протяжении веков. Это святое место для людей. В разговоре с месопотамским информационным агентством Мэтью Джонсон сказал, что здесь жили армяне, которые посадили все эти деревья. Говорят, что после их смерти они стали святыми. Армяне, проживающие в окрестностях Раскатана, Очерити, после геноцида покинули этот район. Для людей, живущих здесь, лес считается священным районом. Жители деревни по соседству говорят нам, что леса охраняются во всех отношениях. Это священное место для людей. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Государственного камерного вокального ансамбля «Говерч». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok